когда-то в давние уже времена поздняя перестройка когда вдруг стало можно на телевидении была поразившая многих передача и если я сейчас скажу то многие вспомнят она называлась ленин гриб я конечно и тогда случайно посмотрел я по моему один раз показали но и больше не показывали и где-то вот не знаю год-два назад какой-то фрагмент или даже целиком ее показали повторили это такая была хохма тогда не принято было тогда все было очень серьезно на телевидении сейчас там такую пошлятину загоняет что просто уши вянуты где-то невозможно не смотреть не слушать а тогда это было вновь передача ленин гриб в котором как бы корреспондент обращается к специалисту и и расспрашивает его подробно тот объясняет почему ленин это не не человека гриб ну как вот в здравом уме и твердом рассудке можно поверить что это истина но настолько было это необычно и непривычно для телевидения что я слушал смотрел на это и у меня какое-то было раздвоение сознания но я как бы рассудком понимаю что это бред сивой кобылы но настолько это убедительно выглядело что как бы другая половина мозга говорил а чё правда вот сейчас я тоже могу сказать что от правда вот точно правда и когда я сейчас говорю что путин гриб так так она и есть понимаете когда в мозгу растут грибы когда уже они на поверхность начинают в виде каких-то пятен таких мха вылезать и такие же вот замшелые мысли когда человек не может вообще ничего здравого сказать он говорит какую-то ахинею читая этот текст то есть то с монитора то с бумажек в общем это конец эпохи и вот это позорище которые мы можем лицезреть честно говоря я подробностях и не интересуюсь уже больше давно уже лет 10 не интересуюсь может даже 15 не интересуюсь личностью путина потому что там личности никакой не осталось там не интеллекта и рассудка какого-то не осталось это человек который живет там в каком-то своем грибовидном в какой-то своей грибовидной форме своем мире грибов которые его окружают такие же вот устаревшие подонки были так относительно молодые были 40-летние сейчас там 70-летние вот эти вот подонки и это мир грибов действительно если ты слышишь от навального что путин его лично отравил ну это можно как-то списать но это ж блогер сказал да хотя я лично не сомневаюсь что там был был прямой указание заткните рот этому говнюку вот ну и постарались заткнуть но как-то вот не получилось свои же врачи его спасли а потом до спасали немцы то что это было путинское отравление я в этом абсолютно не сомневаюсь это не не так не не грибочков поел то есть грибочков поел только в другой форме вот эти ядовитые грибы они источают такие вот ядовитые миазмы на всю страну и страна просто гибнет все все останавливается они еще придумали вот эту поскольку все останавливается надо как-то это все объяснить ну как здорово что пандемия подвернулась да и можно все объяснить пандемии нет никакой но объяснить можно все эти грибы заражают все вокруг своими мерзостями когда блогер говорит там что-то такое гипотетическое там или образное это понятно ну когда человек который считает себя президентом россии говорит что этот навальный работает на цру ну тогда понимаешь что действительно это гриб ну и от гриба это можно можно понять что так оно и есть и даже может быть даже может быть это правда если это говорит человек считающий себя президентом россии то у него в голове точно опята уже растут в лучшем случае а скорее всего там поганки вот и такую же такую же погонь я вижу в лице директор института гамалеи не запоминаю фамилию там гельфанд гольдфорд мне в общем наплевать на его фамилию но сидит такой вот действительно уже подернувшийся плесенью у которого действительно из мозгов произрастают поганки человечек и объявляет что ну нам надо надо вакцинировать 80 процентов населения россии ну вот тогда мы как там он сказал на популяционном уровне задаем этот вирус ну во первых это безграмотно безграмотное суждение это конечно такое грибовидное суждение вот во вторых это не получится сто процентов не получится и на ответ уже находят сами медики которые но им же надо в обязательном порядке вакцинировать кто-то сказал что они будет никакого на будет вот она насильственные вакцинирование то что руки выворачивают оставят безвыходное положение ты увольняйся безработные вот при дефиците медицинских кадров квалифицированных в особенности вот квалифицированных вообще просто единицы поэтому как какие 80 процентов чем они там вакцинируют тем более что вакцины эти уже прямо дюжинами возникают и чего наверно в себе что ли надо вакцинироваться или есть одна которая которая лучше а вы не знаете какая лучше значит эксперименты на людях вот грибы и делают эксперименты над людьми мне очень понравилась карикатура когда там четыре картинки и разной степени закрывания лица маской вот полное закрывание тайки уми меньше 50 отсутствие маски выше 120 айкью промежуточные формы промежуточные значения у кого под подбородком у кого только рот закрыт в общем понятно есть люди и не люди ну не то чтобы они не хомо сапиенс но они как бы вот не серьезно с ними вообще даже иметь дело если человек не носит маску его можно послушать одел маску я сразу удаляю человека когда когда вижу в соцсети он себя презентирует в маске все не о чем разговаривать не о чем разговаривать это для меня это все уже за предел там нет ни совести ни интеллекта ни достоинства ничего нет все до свидания гуляйте гуляйте поэтому все полицаи они как бы падал почему они зверствуют потому что они понимают что они уже не люди и им обозначили вы должны носить маску все привет они согласились с этим напялили на на мордники и пошли пошли в люди гасить людей мне очень понравился молодец водитель троллейбуса который отказался надевать маску несмотря на то что там пришли с полицаями этот роспотребнадзор там в общем это тоже грибы это тоже грибы 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 от путинской грибницы вот этот гриб института гамалея якобы выпускающий вакцины какие там успехи то 0,0 десятых давайте мы вам прыснем бесплатно прививочку от от гриппа хорошо если там просто водопроводная вода давайте вас кольнем фигушки фигушки вот врачи в ответку нашли они да они пишут ведомости все всех всех прокололи всю больницу все все отделение прокололи вот вот даже документ есть ну естественно все эти ампулки мусорное ведро и так и надо поступать те кто хочет сопротивляться учителя ну точно также собрались до пригласили не знаю там собрались дали 10 тысяч рублей вакцинатору искали давай сюда эти самые свои ампулки давай все и здесь распишись и иди вот ампулы мусорное ведро этот эту бумажку начальству и всем остальным также то есть достойный человек только так и должен поступать да есть непреодолимая сила но есть хитрость ума который надо пользоваться против грибов и самому и превращаться в гриба слава руси господи спасибо